Продолжение следует... 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 Контр атакует и наверстывает упущенное. Вот сейчас 7-6 впереди кубинский боец. Рядом с рингом располагается сейчас Альсидес Сагара, бывший тренер сборной Кубы, который до полуфиналов смиренно смотрел на ринг. И вот сейчас я вижу, он очень озабочен происходящим на ринге. Хотя кубинец ведет, но Сагара все время подсказывает, кричит. Сегодня утром, встретившись в пресс-центре с бывшим тренером кубинской команды, я заметил, что он обнажил белые зубы в улыбке, показал пальцем на меня и подмигнул. Что это был за намек, я не понял. То ли он имел в виду, что у нашей команды здесь хороший класс, то ли ждите от нас прекрасного бокса, от кубинцев, не знаю. 15-7 впереди кубинец. Саше нужно идти вперед, это однозначно. Дистанционный маневр здесь не уместен. 15-7 впереди кубинские боксеры. Пытается нырками, уклонами на дистанции работать. Малетин выбирает позицию, но кубинец, посмотрите, хорошо работает на углах. Ждет любого удара, удара любого уровня, любого порядка от Малетина. 16-7 впереди кубинец. 20 секунд до конца второго раунда. 10 очков отделяет сейчас россиянин над кубинца. Уже 11. 5 секунд до конца второго раунда. Да, скорость у кубинцев очень высокая, это надо признать. Буквально несколько минут назад ко мне подошел Петр Павлов, вице-президент Федерации бокса России. И сказал, что на турнире в Москве Кубки России, который проходит без ведущих боксеров нашей страны, два пермика одержали победу весовой категории. Но это подтверждает тот факт, что боксерская жизнь не угасает не только здесь, в Северной Ирландии, но и в России. Да, погода здесь, в Северной Ирландии, очень переменчива. И переменчиво наше настроение всех тех, кто болеет за российских боксеров. Но все равно мы верим в них, мы считаем, что этот опыт, который здесь получает наша команда, необходим сборной для будущих достижений. Третий раунд боя между Александром Малитиным и кубинцем Кинделаном. Кубинцы провели здесь уже сегодня в полуфиналах два боя. Варелло Бартеллени вывел из сетки турнира американца Рональда Силера. И Гильер Ригондо победил Сергея Данильченко. 21-9 переди кубинец. Напомню вам, что Александр Малетин чемпион мира 97-го года. Чемпион Европы 2000-го года в Таппере. Бронзовый призер Сидненской Олимпиады. Несколько минут назад завершился бой в этой же весовой категории, в которой Филипп Палич, финалист Евро-2000, проигравший Александру Малетину, неплохой боксер, в третьем раунде сдался под натиском Владимира Колесника, украинца. Сейчас идет обмен ударами. И 18 очков впереди кубинец. 51 секунда до конца третьего раунда. И бой за явным преимуществом прекращен. Еще одна неожиданность турнира. Поздравление принимает Кинделан. Пока счет в очных встречах между кубинскими и российскими боксерами 3-1. Вот так вот сурово подготовились кубинцы к чемпионату мира в Белфасте. Надо это признать. Облачается сейчас в халат кубинец для того, чтобы выйти на ринг и дождаться, пока его руку поднимут кверху. Да, бокс это жизнь. Кто-то здесь должен быть побежденным. Итак, Марио Мессо Кинделан финалист весовой категории до 60 килограммов. В финале он встретится с украинским боксером Владимиром Колесником. Итак, ждем следующих поединков сегодняшнего дня с участием россиян. Продолжение следует...